Лисья осень Есть звуки, которые ни с чем не спутаешь, и крик ребенка в осеннем лесу один из них. Вечерело, солнце укладывалось почевать рано, едва нагретый воздух остыл в считанные мгновения. Новое седло ожидаемо натерло задницу, спину ломило после дня в пути, сжимающие по воде руки зябли. Хельга собиралась остановиться на ночлег, присматривая удобный съезд с тракта. Сейчас она меньше всего желала встревать в чужие неприятности. И все же, услышав пронзительный, полный отчаяния крик, без раздумий послала лошадь в голубь. На поляне, залитой багрянцем закатного солнца, четверо опутывали веревками неистов верещащий комок. Лошадь Хельги грудью смяла ближайшего, заржала угрожающе, наподдала копытом. Лиходия прокинулся навзничь, да так и остался недвижим. Еще до того, как лошадь развернулась, Хельга скользнула на землю со свистом, освобождая меч из ножен. Ватага оказалась слаженная. Переломного собрата списали со счетов моментально, едва взглянув. Вытянулись в нестроенную линию. Двое с мечами на голову по краям, один безоружный пока посередке. Под его коленом вял трепыхал с девчонка в меховых шароварах и неуместном в лесу ситцом платьице. Сумерки делали борды мужчин спуты, не оброви гущи, но для душегубов с большака троица оказалась одета слишком уж богата. Под короткими шерстяными плащами блестели кольчуги, на предплечьях наручи из толстой кожи, да и оружие, нержавые серпы, честная сталь. Поодаль нервно перетаптывал с четверка холеных коней. В душе Хельги шевельнулось нехорошее предчувствие. — Кем бы ты ни был, воин, должен предупредить тебя, что ты ешь поперек воли светлейшего князя. Мужчина говорил без страха, без злобы, скорее с легким любопытством. Он рутинно выкручивал девочке руки, сохраняя спокойствие, как если бы перехватывал веревкой охапку хворста. Высокий, крепкий, но с коплечий. Не воин. Горбонос и чернявый борода клинышком. Не северянин. Ромея должно быть. Хотя откуда здесь взяться ромею? Происходящее нравилось Хельге все меньше. И мешаешь отправлению божественного правосудия. Рот Хельги скривился, словно клюкву разжевал. Чтобы в этом медвежьем углу, так далеко от столицы, на глухой лесной тропе, почти ночью наткнуться на псов господних, это нужно быть у богов в особом почете. Поганые сумерки. Хелик задери. Скрыли алые кресты на плащах, превратили княжеские фибулы в игру теней. Под коленом Ромея полузадушенно пискнула девчонка. А что? Зашелестел в ухе подлинный голосок. И прошла об себе мимо. Что тебе до нее? Стоит ли безымянная крестьянская бастрючка гнева светлейшего князя? Ромея молчал, давая дерзнувшему время внять голосу разума. Только ни его красноречивое молчание, ни паскудный шепоток в голове уже ничего не могли изменить. Хельга не проехала бы мимо, будет на месте самоуверенного жреца, а хоть сам светлейший князь. «Девчонку отпусти», — приказала она. Коренастая детина слева недоверчиво хохотнула. «Патр, да это ж баба!» Натруженная кисть ловко крутанула меч, детина беспечно шагнула вперед. Хельга вздохнула, шлепнула лошадь по крупу, отгоняя в сторонку. Первый выпад отбила играючи, пустив клинок покасательный, а второго не было. В подшаг сократив расстояние, Хельга ушла вбок и, почти не глядя, отсекла гридню кисть аккурат возле наруча. Воин еще смотрел, как хлещет красным культя. Даже заорать не успел, а клинок, завершая движение, с чавканем вонзился ему в шею. Тело студнем оплыло на примятую траву. Второй гридень шагнул был на помощь, но застыл, остановленный резким окриком. «Довольно!» — наступив девчонке на горло, чернявый жрец развел руками. «Чего ты хочешь, госпожа Хельга? Какой резон тебе защищать эту тварь?» Хельга нехорошо прищурилась. «Знаешь меня?» «Не так много на свете рыжих женщин, что владеют мечом лучшими их мужчин», — жрец пожал плечами. «К тому же на пути суда в одной корчме хозяин рассказывал, как ты недалее, как позапрошлым утром усмирила двух пьянчужек, а заодно поведал, за что тебя прозвали Хельгой Кровавой». «Такую уродину ни с кем не спутаешь», — пробурчал гридень. Уши Хельги вспыхнули, и она возблагодарила Фрею за сумерки, которые поносила минуту назад. Она увидала себя их глазами. Широченное бабище с лицом, напоминающим свекольный клубень в обрамлении спутанных кос, в которых в последние годы седина успешно давила рыжие всполохи. «Скажи своей шавке», — угрюмо велела Хельга, — «если она откроет пасть еще и раз, то я с радостью расскажу ей, за что меня называют Хельгой Яцереской. Девчонку отпусти и мотайте отсюда живо, ну!» От ее крика дернулся гридень, но сам жрец даже не дрогнул. «Я думаю, у нас возникло небольшое недопонимание, любезная Хельга. Мы не душегубы и не злодеи. Мы вестники княжеской воли. А то, что ты ошибочно приняла за человеческого ребенка, есть демон из преисподней, порождение дьявола». Говоря так, жрец за плечи вздернул девочку на ноги. Хельга не сдержалась, громко охнула. Длинные юбки упали, скрывая ноги, но и без того было ясно, что не меховые шарова ради вали их, а мех. Настоящий густой мех, рыжий с пламенным отливом. Веревка стянула тонкие лапы с черными когтями. Тесный ворот перехватывал белую грудь. Острая лисия морда глядела на Хельгу умаляющими, такими человечьими глазами, небывалого ярко-зеленого цвета. «А чтоб тебя, лисавка!» Хельга упрямо тряхнула косами. «Третий раз повторять не стану». Молчание жреца стелилось угрожающе по-змеиному. Мгновение казалось, что гаркнет сейчас, посылая последнего воина своего в самоубийственную атаку. Но нет, аккуратно снял ногу с пленницы, отступил на шаг. «Развел тонкие ладони в сторону, дескать, волю ваша». Лисавка проворно отбежала в сторону, замерла, недоверчиво сверкая глазищами. К спасительнице своей приближаться не спешила. «Ты ведь понимаешь, любезная?» «Моя любезность вот-вот закончится», — грубо оборвала Хельга. «Собирайте свою падаль и убирайтесь». Жрец благоразумно заткнулся. Кивнул, раздражающе спокоен и уверенный. Да и что ему в самом деле? Весь мир теперь охотничьего угодья господних псов. Гридень, ругаясь в полголоса, привел коней. Уже в седле, поглаживая жребца по холке, жрец погрозил Лисавке костлявым пальцем с тяжелым перстнем. «Дьявольскому семени дьявольская удача, но она всего лишь отсрочила неизбежная. А ты, любезная Хельга, в следующий раз я подготовлюсь к нашей встрече получше. Меня зовут отец Кирилл, запомни мое имя». «Захвати пяток дружинников с самострелами, Кирилл». «Один ведает, чей ты там отец», — нехорошо ухмыльнулась Хельга. «Тогда, может, и сладится чего». Жрец почтительно склонил голову, прощаясь, и тронул по воде. Вскоре топот копыт потонул в густеющих сумерках. Псы исчезли, бросив своих мертвецов. Хельга сплюнулась, принялась расседлывать лошадь. Нет времени искать другое место для ночлега. Ночь наползала, жадно глотая деревья и кусты. Еще немного, и во мраке не различишь собственного носа. Хельга моталась по свету с двенадцати лет, повидала всякого, но с живым перевертышем столкнулась впервые. Слыхала уйму разных баек от соратников по тавернам, кабакам и у походных костров, про колдунов, что умеют обращаться в зверя лесного. Раз под Новгородом даже видела мертвого волкодлака. Ну, так говорили ушкуйники, убившие оборотня. Огромная жутковатая туша была так яростно изрублена топорами, что пойди пойми, волкодлак это или просто здоровенный, уродливый волчара. А лесавка, вон она, топчется на месте, не зная, как себя вести. Логкие пальцы давно избавились от пут, нервно теребили подол платья. Дитя детем, Хель задери. Ты это, или проваливай, или хворост, а щенеча столбом стоять. Мягко потрескивали сухие сучья в костре. Плечи Хельги упирались в шершавый ствол старой березы. Междустых корней на подушке из палых листьев, завернувшись в плащ, было удобно, как в кресле. Плывущий жар грел пятки, ноздри приятно щекотал запах горящего дерева. Сверху раскинулось небо, сплошь в дырках от звезд, с огромной прорехой убывающей луны. Большая медведица блестела драгоценным ожерелем, а завтра холода возьмутся за дело всерьез. Вяленое мясо на вкус отдавало плесенью, от соли щипало десны, но лесавка свой кусок схорчила в один присест. У Хельги зубов едва половина осталось, а у этой точно две пилы во рту. Острые зубы хищные, такими и кость разгрызть можно. И сидит по лисе, на задних лапах обмотавшись пушистым хвостом с белым кончиком. А хворост кидает совсем как человек и украдкой вытирает слезы. Засыпалась рядом с перевертушем тревожно. К тому же, как знать, далеко ли уехал пес Кирилл со своим прихвостнем. До глубокой ночи Хельга вслушалась звуки ночного леса, ёрзаями шузловатых корней. Проснулась от громкого треска, лопнувшей в огне ветки. В отдалении, лёжа в индивеющей траве, стеклянными глазами глядели в ночь остывающие покойники. Лисавка шарудила в костре обожжённой хворостиной. Повела острыми ушами, оскаялась в подобии улыбки. «Спи, они взаправду уехали», — впервые заговорила Лисавка, «далеко уже и скачет, не останавливаясь». Странный голос, странная речь. Вроде человек говорит, а вроде и лиса тявкает. Чудно. Хельга хмуро кивнула, набросила капюшон, перевернулась на другой бок и проспала до самого рассвета. Ей снилось диковинной деревней и лисы, ходящие на двух ногах. Они раскланивались при встрече, торговались на рынке, танцевали, пели и вообще вели себя как люди. Утро пронесло чистое небо и первые заморозки, а с ними привычную ломоту в костях. Но пятки по-прежнему нежились в тепле, а Лисавка исправно кормила огонь всю ночь. Хельга, кряхтя, подвинулась к костру, подержала грубые на мозольные руки над языком пламени. Пузырилась вода в закопчённом походном котелке, её котелке. Надо же, лиса домовитая. Крустя размоченной в кипятке сухарём, Хельга всё думала, как же тугораздила её, и впервые за долгие годы не понимала, что делать. Сборы заняли немного времени. Хельга залила костёр, взобралась в седло и послала лошадь на тракт. Лиса в ковязалась следом. Старой дорогой пользовались редко, потому-то Хельга её и выбрала. Темнолапые ели местами сдвигались так тесно, что касались ветвями конских боков. Многие думают, что на Большаке безопаснее, да только не так это. Лиходеи на Большаке чаще всего и промышляют, что им ловить на пустом тракте. Когда путешествуешь сам один и всё дельные сумки твоей золоты и побрякушек на три безбедной старости, волей-неволей захочешь держаться от людей подальше. Кто ж знал, что так сложится? Нет-нет, докосилась Хельга на странную попутчицу. Видишь, как вышагивает на задних лапах. Не поворачивался язык назвать ногами. Длинные пальцы, цепкие, не человечьи, не звериные. Подошвы грубые, видать, идут без башмаков и не морщатся. Когда б не вытянутая черноносая морда, не острые уши, сошла б за девочку в лисе и шубейке. С неожиданным стыдом Хельга вспомнила, как достался ей после дележа добычи богатый плащ, отороченный чернобуркой. Фу, пропасть. Почему ты вступилась за меня? Хельга вынырнула из трясины непривычных дум, поджав узкие губы, бросила на лесавку озадаченный взгляд. Правду сказать, что ошиблась, влетела со слепу, сумерки окаянные попутали. Но лесавка оказалась умной, тихо залаяла, часто-часто, и Хельга поняла, что она смеется. Не сразу, нет. Потом, когда священник показал тебе, кто я, почему? Можно было отбрехаться, сказать, что нынче светлейший князь Хельге не указ, и ссоры с его людьми она не боится, а ей что поздно вставать назад, загубив двух псов. Доля, правда, в этом была, Хельга оставила службу, дружину. Из Новгорода в путь ей лежал домой, в родимых и дебют. Отвоевалась Хельга-Валькирия? Хельга кровавая и устала лить кровь за чужого конунга на чужой земле. Ненавижу их. Хельга смачно сплюнула под копыта. Сама не ожидала, сколько злобы может вместить ее на треснутый голос. Зеленые глаза лесавки сверкнули любопытством. Псов никто не любит, но все же. Они твоего рода, а я нет, так почему? Хельга молчала долго, обдумывая, катая мысли, как скользкие речные голыши. С детства не любила болтать, в дружине имела славу человека, за которого разговаривает меч, а не язык. Но пытливый лающий голосок мягко требовал ответа. Что? Что сказать тебе, удивительное создание? Как рвалась на части душа и сердце плакала, когда псы, подстрекаемые чехочным жрецом, рубили столетний молитвенный дуб, на котором и Одину не зазорно повисеть. Как до белизны сжимались костяшки пальцев, обхвативших рукоять меча при виде изрубленных седовласых волхвов. Или как колокотала в горле бессильная ярость, а в ушах звенели крик ведуней, объятых очистительным пламенем. — Они не моего рода, — обрубила Хельга. Ткнула лошадь пятками в бока. Та заржала недовольно, пошла резвей. Лисавка опустилась на четвереньки и в шустрые рыжие молнии полетела рядом. Драный ситец развивался, как полотнище стяга. Больше Лисавка вопросов не задавала. На привале у разбитой телеги без колес сидела молча. Сосредоточенно жевала свою пайку мяса, придая ушами на пару с лошадью. Пушистый хвост жил своей жизнью, оплетая тонкие щиколотки то справа, то слева. Впервые в жизни молчание угнетало Хельгу. Лес пах прелью, осенней смертью. Во рту стоял гадостный привкус плесневелого мяса, несмываемой даже родниковой водой из бурдюка. «Они ведь тебя живьем взять хотели. Чего так? У псов со старой верой разговор короткий». «Нечисть?» Тяфкнула Лисавка. «Так они нас называют?» «Нечисть». Хельга попробовала слово на вкус. Вот погонь. Гажа подпорченного мяса, что всучил ей ушлый трактирщик. У светлейшего князя звериные ямы в Киеве. Псы на стонянках болтали. Собирают нечисть на потеху народу. Трепали, что даже крокодилы есть, и мамут, и всякой живности. Только вае нет. «Вае?» «Вае!» Лисавка коснулась груди когтистой лапкой. «Мы вае. Самому светлейшему князю меня везли. А я в пути веревки перегрызла и дер дала. Избежала бы. Это жрец все, Кирилл. Он нас чует. Это он нашу ваят нашел, привел псов». Лисавка запнулась. Ладонь стиснула пустанное мясо. «Ваят — это деревня, по-вашему». Хельга поджала губы, кивнула понимающие. Деревья покачивались, сочувственно шелестели. Может, сами пущевики и листины шептали сейчас одинокой Лисавке слова утешения. В Хельге сочувствия не было. Толку от него, когда свершившееся, не поправить. «И сколько вас там было?» «Десять». Хельга ждала, что она скажет лис или, чем боги не шутит, человек, но она сказала семей. «Десять семей». Перед тем, как тронуться в путь, Хельга неожиданно для себя подсадила Лисавку в седло, а сама пошла рядом. На другой день заморозки отступили. Жухлая трава сбросила ломки колючей и не оделась росой. Солнечный меч фрейра пронзил кудлатые тучи, из ран палился увядающий свет осеннего светила. Старый тракт перестал казаться угрюмом. Проступила в нем суровая красота дремучих северных земель. Лошадь шагала легко и беззаботно, убаюкивая Хельгу мерной поступью. Лисавка свернулась клубком у передней луки, и тепло ее мягкого тела чувствовалось даже сквозь толстые кожаные порты. Казалось Хельге, что ехать бы так всю дорогу до самого Хидебю. Щуриться на слабеющее солнце, дремать под стук лошадиных копыт да украдкой касаться загрубевшими подушечками пальцев огненно-рыжего меха. Но на пятый день их настигли псы. Звонко тренькнула тетива самострела. Жадным чавканем воткнулся в ель короткий тяжелый болт. Дорожка убегала на холм, с которой, окруженный вооруженной односпешенной свитой, на каурум коне съезжал патер Кирилл. — Знать, по большаку обошли, — смекнула Хельга. — Гнали день и ночь, меняли коней, спали в седлах, и все для того, чтобы добыть светлейшему князю маленькую перепуганную девочку. Девочку. Хельга попыталась вспомнить, как давно она думает о своей попутчице, как о человеческом ребенке, но не смогла. Нахлынувшая ярость зашипела по ледяной глыбе здравого смысла и потухла. Троица гридней с суровыми лицами бывалых ратников в кольчугах. У каждого меча топора, обитый железными ободами, круглый щит в цветах светлейшего князя. Доски и стальные умбоны сплошь в боевых отметинах, зарубках да вмятинах. Еще пара, похожие как от одной мамки, улыбаются в бороды, любовно оглаживая самострелы, один из которых по-прежнему взведен. С ними четверо отроков с мечами и пиками, да сам жрец это ровно десятка выходит. Хватил бы вдвое меньшего. — Как видишь, любезная Хельга, я внял твоему совету. Голос жреца прокатился над трактом горным обвалом. Сильный, глубокий, не читать щедушному телу. Не голос, глаз. Колесавку из седла как ветром сдуло, только мелькнула в кустах белая кисточка хвоста. Видать, правду говорят, что Христовы жрецы не просто горлопаны, есть у них какая-то диковинная магия. Припадая к лошадиной холке, Хельга лихорадочно размышляла, как поступить. Словить болт спиной в обреченном бегстве или грудью в обреченной атаке — невелик выбор. Что зайц с поленом, что полено с зайцем — все одно зайцу конец. Почуяв недоброе, лошадь перебирала ногами, храпела пугливо. Молчаливые гридни обнажили мечи. Сейчас кинутся. Хельга кисло усмехнулась, тиснула оплетенную кожей рукоять. Но еще до того, как она потянула меч из ножен, в облетевшем кустарнике полыхнуло рыжее пятно. Лисавка тяпкнула повелительно, и лошадь одним немыслимым прыжком влетела в чащу леса. Хельга лишь охнула, когда колючая лапа с размаху хлестнула ее по глазам. За спиной загалдели, запоздала, тренькнула тетива. Хельга вжалась в дрожащую лошадиную шею, спрятала лицо в густой гриве. В ушах свистел ветер, хрустели ветки под копытами. До боли в бедрах Хельга сжимала округлые бока скакуна, не решаясь обернуться. Сил едва хватало, чтобы молиться милостливой Фреи и упрашивать все отца, чтобы уберег от нелепой смерти. Впереди прыгал огонек, призывным тявканем, уводящий Хельгу от погони. Ветер принес полные боли и ужасы ржания, громкий испуганный крик, а потом голоса преследователей начали отдаляться, пока не пропали совсем. Шумно всхрапывала лошадь, колошматили копыта, кузнечным молотом стучало сердце. Чудо, что ни одно из четырех копыт не угодило в мышиную нору, не застряло меж веток валежника. Не иначе услышал все отец. Когда же безумный бег стал наконец замедляться, лошадь вдруг споткнулась грудью, врезалась в бурелом, и Хельга на мгновение узнала, каково это, летать не имея крыльев. Как оказалось на ногах, сама не поняла. В груди теснился воздух, ни выдохнуть, ни вдохнуть. Шумело в голове, перед глазами резвились цветастые круги, и над всем лесом, пугая ворон, носился истошный виск. Хельга проморгала, сплюнула красным. Завертелась, не зная, откуда ждать погони, но увидела лишь свою несчастную лошадь. Обломок молодой березы пробил животинью грудь и вышел со спины, чуть дальше правой лопатки. С острого конца капала кровь, густая, яркая. Обезумевшие глаза на выкате вот-вот вывалятся из орбит. Слабеющие ноги месили палую хвою. Чудо, что все еще жива. Страшное, злобное чудо. Руки дрожали. Пришлось уложить клинок плашмя на предплечье, чтобы не трясся. Хельга мягко воткнула меч в выпученный синий глаз лошади. Глубоко, почти до половины. Лошадь сразу обмякла, повисла на обломке ствола, как перепелок на вертеле. Смолк душераздирающий виск и стало так тихо, как бывает только в лесу в присутствии смерти. Они отстали. Хельга резко обернулась, держа меч двумя руками. Нет, всего лишь лесавка в вае. Стоит, как ни в чем не бывало, лапки на груди сложила. Даже не запыхалась после быстрого изнурительного бега. Пара коней ноги переломали, да и наездникам досталось. Один до утра не доживет. Хельга устало шлепнулась на задницу, схватилась рукой за помятый бок. Нехорошо колола в боку, не иначе ребра треснули. Вая терпеливо ждала, подергивая носом. Ну чего тебе? Хрипло выдавила Хельга. Они отстали, но не остановились. Жрец упрямый, идет по следу. Трое уводят коней, раненых, остальные с ним, самые злые. От этих слов Хельге захотелось, чтобы кто-нибудь добил ее как ту лошадь. Не было сил подниматься, бежать. Зломило все тело. Ныло ушибленная спина, горели огнем, содранной ладонью. Бок при каждом вдохе колола все сильнее. Моргать и то было больно. Поднимайся, воительница. Теперь я тебя поведу, я тебя схороню. Куда? Простанала Хельга. Где в душу, мать, ты меня схоронишь? Есть, есть места. Горячо залопотала Вае. Есть еще Ваят. Далеко, в самой глуши, где даже псы не учуют. Туда пойдем, поднимайся же. Хельга устало вздохнула. Вновь скривилась от боли в боку. Послушно поднялась, стала стягивать с лошади седельные сумки. Злата проклятая, чего ж ты тяжелое такое? Но бросить нельзя, никак нельзя. Мех с водой пустой почти, но это и хорошо. В лесу вода найдется. Еды мало, вот это беда. Вае сказала далеко. А та словно мысль услыхала, пролезла под лошадь, вспорола когтями под жарое брюхо. Когти у нее казались острыми, как ножи. На хвойную подстилку с хлюпанем повалилась требуха. Не смущаясь крови, Вае сунула лапу глубоко в конское чрево, вынула огромные, сходящие паром, сердце и печень. Отобрала у Хельги сумку, скали острые зубки, затолкала кровавую добычу внутрь. «Далеко пойдем, в самую глушь», — повторила она, перекидывая сумму через плечо. И они пошли. Пошагали в темную чащу, где косматые еле удушили последний листок, последнюю травинку, разрослись великанским колючим царством, в котором не то что человеку, свету дневному места не было. Порой Хельги чудила, что она погружается в старую страшную сказку, из тех, что долгими зимними ночами старики рассказывают детям про древних богов и великих героев, про чудищ лесных и коварных духов. И только медленно заживающие раны, только распухшие суставы, болью своей напоминали о том, что все взаправду. Ночи становились холоднее, да и днем изо рта врывался белесый пар. По утрам Хельга стряхивала с плаща иней. Здесь, под кронами вековых ели, солнце не могло согреть ее. Костров не жгли, опасаясь псов. Вайя говорила, что до них четверть дня пути, но Хельге не хотел сдавать преследователям подсказки. Жрец идет на пролом, ведомый одним лишь загадочным чутьем своим, а Вайя скользит звериными тропами, кое людской глаз сразу и не приметит. Но оторвались, ушли от погони, да только Хельга шкурой чувствовала упрямую поступь гридневых сапог. «Ты их слышишь?» — спросила Хельга как-то на привале. Пятая или шестая ночь, что была, уже не сосчитать. Лес плутал, сердито хохлил со зеленой щетиной, сливался в мохнатую стену, стирал пройденные шаги и прожитые дни. От ночевок на стылой земле Хельгу лихорадила, мучил кашель, отдавался в боку резкими уколами. Вайя принесла ей кореньев, тонких, похожих на белых червей, и Хельга послушно жевала. Рот наполнялся горькой слюной со вкусом земли, но боль и вправду отступала. Вот бы огня еще, руки погреть и совсем жить можно. «Откуда ты знаешь, где они, сколько их, что они делают?» Вайя сосредоточенно терзала остатки подмороженной конской печени. Отложила, опрятно вытерла мордочку. «Это лес, — говорит. Вайя хорошо слышит, еще лучше чует, но не так далеко. А лес видит все. Лес помогает Вае. Он, как мы, такой же древний и тоже не любит людей». Хельга отрезала ломтик печени, сунула за щеку, отогревая. Тающая кровь смочила пересохшее после кореньев горло. «Ты не любишь людей», — кивнула она. В сумерках острая мордочка Вайи казалась задумчивой. «Людям нельзя верить», — она невесело рассмеялась тявкающим смехом. «Но ты другая, ты похожа на нас». «Это чем это?» — удивилась Хельга, сравнивая свою кряжистую тушу с Юркой Пронырлевой фигуркой Вае. «Похоже», — упрямо повторила Вае. «Такая же рыжая». Пометуя отреснувших ребра, Хельга постаралась задавить хохот, но все же не сдержалась, хрюкнула так, что вспугнула какую-то ночную птицу. Хлопанье крыльев удалилось, пропало, и Лес вновь погрузился в угрюмое молчание. «Рыжая, надо же!» «Спи, воительница, тебе нужны силы. Много сил. Завтра будет трудно, завтра будут топи». Тихий нечеловеческий голос усыплял, заставляя забыть о ранах и усталости. Блестя зелеными глазами, Вае подползла поближе, свернулась клубком возле живота улыбающейся Хельги. «Ха, рыжая!» «Спи, воительница, спи. Я расскажу тебе о тех временах, когда люди Вае жили в мире, и о том, как старый Лис учил старого человека охотиться на зайцев, а тот делился с ним добычей. Спи, завтра будет трудно». Хельга запустила озябшие пальцы в густой рыжий мех. Ночь надавила на веки, присыпала сонной пыльцой. «Завтра будут топи. Будущий день казался таким же далеким, как родимый Хедебю. Завтра жрец и его псы догонят нас». Во сне Хельге было легко и тепло. Псы бежали за ней, весело тявкая, вскидывая масластые зады, и встречный ветер трепал их об вислые уши. Топи возвестили о себе загодя. Густая дремучая хвоя уступила место по осеннему яркой листве. Показалось солнце, дымчато-желтый от болотного пары и тумана. Под ногами зачавкал мох, в прохудившийся сапог Хельге хлынула холодная вода. С каждым шагом деревья становились все тоньше, уродливее. Наконец исчезли вовсе, явив взору широкое открытое место, сплошь в бородавках, поросших травой кочек. Кристаллы и не блестели на стеблях, но здесь было гораздо теплее, чем в лесу. Одинокие больные березки цеплялись корнями за маленькие острова. Пахло стоячей водой, гнилью и чем-то незнакомым, острым. От последнего запаха по затылку Хельге поползли ледяные черви. Что это? Раздувая ноздри, спросила она. Что за вонь? Вае пригнулась, едва не на четвереньке встала. Но даже так человеческого в ней было куда больше, чем лисьего. Шерсть на загривке вздыбилась и обнажились мелкие зубы. Вае обернулась к Хельге и в ее зеленых глазах та прочла, что дело плохо. — Плохо дело, — подтвердила Вае, — так пахнут кикиморы. — Кикиморы, кикиморы, сказки про болотных старух, про несчастных путников, утопших по их вине, про сгинувших детей, что на горбу своем вносили тварей в гиблую топь. Знать, не сказки-то были. Громкий крик оборвал мысли. Вае подпрыгнула испуганно. Хельга Витиевато выругалась на родном языке. В паре сотен шагов бородатый гридень требовательно махал рукой кому-то в лесу. Хрустели под торопливыми ногами ветки, жадно чавкала топь. Псы почуяли добычу. — Скорей за мной! — Вае метнулась вперед, помчалась по кочкам, стряхивая иней. Хельга закряхтела, поудобнее устраивая на плечах сёдельную сумку с золотом, и побежала следом, стараясь след в след повторять путь Вае. Шумное дыхание перемежалось с дурным лающим кашлем. Сразу же загорелся бок. Хельга держалась на одном упрянстве до целебных кореньях. Но как не мучителен был бег, как не страшил её самострел в умелых руках, от взгляда Хельги не укрылись белёсые тени, что скользнули в воду с дальних кочек. Трясина раскинулась привольно, насколько хватало глаза в обе стороны не обогнуть. Только вперёд по непрочному мшистому покрову, что пружинит под дырявыми сапогами так, словно вот-вот прорвётся. Резкий запах кекимер перебивал даже болотную вонь. В мутных прогалинах плескало что-то пока невидимое. Плёх, и вот уже чуть ближе мелькнёт под водой блестящее рыбье тело. За спиной сопели гридни. Не кричали больше, берегли силы. Лишь хекали иногда, сигая через широкие прогалины. Один раз Хельга обернулась, выглядывая стрелка, и тут же у самого лица просвистел болт. Хельга отшатнулась, теряя равновесие, рухнула на колено. Проклятая сумка пригнула к земле. Стрелок, чертыхая, взводил самострел. Отгоняя слабость, Хельга рванулась догонять стремительную вае. Та больше не бежала, передвигалась высокими прыжками. Здесь, в глубине топи, кочки стали меньше и реже. «Эх ты ж пропасть!» — прошипела Хельга, когда очередной болт канул в воду в какой-то паре ладони от её ноги. Сумасловно приросла к плечу. Пальцы отказывались повиноваться, руки норовили обвиснуть плетьми, и всё же Хельга через силу сбросила поклажу. Золотые монеты внутри горестно звякнули. От жадности разрывалась душа. Зато без поклажи в раз распрямилась спина, и даже дышать стало как будто чуточку легче. Позади раздался громкий крик. Неиспуганный, удивлённый, скорее, за ним всплеск. Беглый взгляд через плечо так и есть. Стрелок, не рассчитав прыжка, бил по воде руками, пытаясь доплыть до ближайшего островка. Дружинники заголосили предостерегающе, да только поздно. Голова стрелка нырнула, как поплавок, но обратно не всплыла. Хельга остановилась, радуясь короткой передышке. Обхватила живот руками, пытаясь урезонить боль. Остановились и дружинники. Негромко переговариваясь, с недоумением оглядывали мелкую прореху на бескрайнем полотне трясины. Ждали, пока подойдёт паттер Кирилл. Тот неуклюже скакал в шагах в двадцати и потому не видел, как всплыл на поверхность незадачливый стрелок. Зато уж точно услыхал отчаянный вопль несчастного. Стрелок калашматил руками, метался, как обезумевший судак в сетях. Отвратительная рыбья морда впилась в его лицо тонкими щучьими зубами, рвала живое мясо. Вот показались худые лапы, как у жабы, только с кривыми чёрными когтями, одна, три, пять, закрутили водоворот, вцепились в волосы, в плечи, потянули на дно. Рыбомордая тварь завелась над тонущим гриднем, придавила своим весом, и вот уже клубок бледных тел исчез, унося трепыхающуюся добычу. Мелькнула костлявая спина с острым ершистым гребнем, и всё стихло. — Ну, чего застыли? — зычный голос отца Кирилла вывел дружинников из оцепенения. — Она уходит. — Не про неё, — говорил жрец, — это Хельга поняла сразу. Взглянула, тоскливо ожидая увидеть рыжий комок на другом берегу топи, и облегчённо вздохнула. — Вон там, на островке с парой гнилых берёз, рыжая шубка в драном платье мечется беспокойно по кромке, дожидается её, Хельгу. Грубые ладони уперлись в колени. Хельга выпрямилась резко, аж хребет хрустнул, и тяжело затопала к вае. Сапоги вязли во мху, стопы давно оледенели, нутро разрывалось от кашля, меч оттягивал пояс, тяжелее с каждым шагом, но огонёк, такой жалкий и потерянный посреди бескрайнего болота, придавал ей сил. Псы дышали в затылок, приближаясь медленно, но неотвратимо. Не смотреть, не оборачиваться. Всё ближе хлюпанье гридневых сапог, всё громче угрюмое сопение, всё тяжелее даются измученному телу прыжки через предательски невозмутимую водную гладь. Вае от беспокойства вскарабкалась на кривой, поросшей зеленью ствол, тявкала испуганно, подгоняла. Чтобы допрыгнуть до покрытого инием острова, Хельга взяла разбег и всё же едва не соскользнула, не ухнула спиной назад, прямо в лапы прожорливых кикимор. Цепилась пальцами в траву, в мох, в размягшую землю, которую и твердью-то не назвать. Когти вонзились в сапог, пробили грубую кожу. Спереди Вае схватила за руку, потянула, что было мочи. Хельга взревела, как раненый медведь, и вырвалась-таки и вывалилась на крохотный холмик, оставив сапог в холодных лапах. И только здесь, тяжело переводя дух, она поняла, что не иний, покрывая чахлую болотную поросль, а склизкий белый помёт и раздробленные кости. Вода вкруг островка бурлила. Сновали ловкие рыбьи тела, перекатывались, сталкивались, обтекали друг дружку, точно сами из воды сделаны, а до берега — виден берег, рукой подать. Да ни кочки, ни кустика, лишь грязная жижа. В несколько грибков одолеть даже в одежде, но не дадут и взмаха сделать, мигом на дно утянут, сожрут ещё живую. Кончено. Мы умрём здесь, воительница, — отрешённо пролаяла Вае. Троица гридни растянулась. За их широкими спинами виднелась тощая фигура паттера Кирилла. На мелких кочках и один едва устоит. Значит, разом не нападут. Значит, сладим. Хельга наклонилась к рыжему уху, сбив чё зашептала. Дождись крови. С одним уж справлюсь, как-нибудь, а кикимор кровь отвлечёт. Ну, поняла, что ли? Зелёные глаза Вае полыхнули, затеплились надеждой. Не отдавая себе отчёта, Хельга потрепала её по голове, как собаку, едва сдержалась, чтоб за ухом не почесать. Тепло рыжего меха огнём влилось в озябшие пальцы. Вае кивнула, ощерилась, отбежала на несколько шагов. Хельга высвободила из-за ворота грубый шнурок с амулетом Фрейри, сжала, прося силы стойкости. Немного, лишь бы хватило на одного врага, скорее всего, последнего. Меч покидал ножны неохотно, долго, словно устал куда сильнее своей хозяйки. Но когда Хельга обернулась лицом к преследователям, она вновь была той самой Валькирией, что прозвали Кровавой. Растрепались косы, мокрые волосы липли к веснушчатому лицу, руки налились силой. Хельга задрала голову к бесстрастному серому небу и заорала, вызывая врага на смертный бой. Ближний гридень замешкался, завертел башкой, неуверенно поглядывая на товарищей. Нет, не жди помощи. Как ни старайся, не хватит места для двоих на крохотном пятачке в три шага. Гридень и сам это видел. Хархнул густой слюной в месе у водных тварей, выставил топор перед собой, да сиганул на островок прямиком на меч. Хельга ударила наискось от плеча. Всю себя вложила, аж на пятках крутанулась. И такой силой был тот удар, что разлетелось окованное топорище, лопнула кольчуга, а из-под нее брызнула кровь. Гридень дернулся в воздухе, словно его невидимая петля остановила. Миг и удивленная борода Теряха скрылась под сонмом беснующихся тел. Закипела, трясина забулькала, пошла кровавыми пузырями. Хельга отступила на шаг. Ноги подкосились, она тяжело опустилась наземь. Ладони перепачкал вонючий помет, острая костяная крошка. Вот, теперь точно, кончено. Хельга мельком глянула, как там Вае успела ли. Остроухая голова стремительно приближалась к берегу. Вот и славно, вот и ладненько. Хельга отползла подальше от пирующих кикимр. Не хотелось в Вальхаллу раньше времени. Вроде бы и жизнь на волоске держится, а вроде бы и жить, да жить. Воздухом дышать, пусть даже гнилым, болотным. Он и псы все ближе, с духом собираются. Они бы и рады назад повернуть, да жрец не позволит. И чем же он их держит, таким, что стая кикимрым не так страшна, как этот щуплый ромей? Вот сейчас переберутся, да забьют ее топорами, а то и просто глотку перережут. От этой мысли Хельгар зазлилась на себя, на свою слабость. Но нет, прорычала она под нос, не дамся. Кляняя себя за глупо потраченные драгоценные мгновения, Хельга начала складывать одежду. Плащ, кожаный нагрудник, перевязь с пустыми ножнами, стянула последний сапог. Все, долой. В одних портах до исподней рубахи подошла к краю островка и не нырнула даже, свалилась в беспросветные губительные воды. Холод сковал тело. Глупь уцепилась загрузанное тело, не желая отпускать. Захотелось поддаться ей, отпустився в темноту, в тишину, вдохнуть холодную воду полной грудью и просто перестать быть. Но клокочущая в глотке ярость не дала. В пару мощных грибков Хельга вынырнула, всосала воздух трясущимися губами. Еще несколько взмахов неподъемными руками и ноги скользнули по топкому дну. Борясь с искушением встать, Хельга поплыла дальше, с трудом раздвигая воду, густую, как кисель. Болото сопротивлялось, не желал отпускать, водяной хозяин здешних мест жаждал новую утопленницу. Только когда грудь заскользила по илу, а из-под ладони полетела грязь, Хельга заметила меч в своей руке. Удивляться не было сил. Воинские привычки так просто не выбить. Хельга попластунски доползла до твердой земли. Там встала на четвереньки и долго еще шла, как огромный лесной зверь неведомой породы. У березы с подрытыми корнями Хельга остановилась, привалилась спиной к стволу, впервые взглянула назад и не поверила глазам своим. Откинула мокрые волосы на затылок, поморгала для верности. Нету, ни духи здешних мест морочат. От болота, шатаясь, топали двое, Гридень и Патер Кирилл. Хельга только подивилась живучести христианского жреца. Без малого десятых человек полегли с первой встречи, а этот на тебе, живехонь, а Гридень его. Гридень оскалился, поймав Хельгин взгляд. С бороды и волос его капало. В прорехах рубахи белел мускулистый торс, сплошь покрытый узорами и застарелыми шрамами. Босоногий, бездоспешный, но топор Гридень не бросил. Надвигался на Хельгу неумолимо, сверкая разбойничьими черными глазами из-под мокрых волос. Вид его был страшен, как у ожившего покойника. Хельга похлопала по груди, разыскивая амулет. Пусто. Видать, остался водяному хозяину в подарок. Опираясь на меч, Хельга поднялась на ноги, принимая подобие боевой стойки. Хороший противник сильный, рука крепкая по всему, видать. От такой умереть не стыдно. «Обей ее!» – сипло крикнул жрец, но тому и приказывать нужды не было. По широкой дуге обрушился топор. Измотанный дружинник понадеялся на мощь и не прогадал. Зазвенела сталь, и меч повело в сторону, едва не вырвало из ладони. В беззащитную грудь врезалась твердая, как камень, нога. Хельгу отбросило, впечатывало в березу аж дух вон. Ответный выпад Гридень отбил, смеяясь, сам тут же рубанул в левое бедро. Не сдвинь Хельга ногу, перерубил бы кость, как сухую ветку, а так лишь глубоко рассек мясо. Хельге казалось, что из замерзшей ноги потечет синяя ледяная болотная жижа, но хлынула кровь, горячая, алая. А дружинник уже бил справа. Меч отлетел в сторону, да и толку от него вблизи никакого. Гридень прижался вплотную, вдавил окованное топорище Хельге в шею, придушил. Слабеющими руками Хельга зашарила по бородатому лицу, пытаясь нащупать глаза. Оскаленные зубы с нитками слюны мелькали перед затухающим взором. Эх, нож бы сейчас, да остались лишь пальцы да зубы. Собрав остатки сил, Хельга оттолкнулась от дерева, подалась вперед и вонзила зубы в мягкое, податливое. Во рту хрустнуло, стало тепло и солоно от крови. Иглой вонзился в уши вопль дружинника. Он больше не душил, а стервенело колотил Хельгу по бокам и затылку кулаками. Подушечки пальцев наконец нащупали кустистые брови, скользнули чуть ниже, вдавили глазные яблоки. Отступая, грядин запнулся, и Хельга повалилась на него. Вслепую ударил раз, другой, третий, пока тело под ней не перестало дергаться. Только после этого поднялась, утерла кровавольное лицо и сплюнул на землю откушенный нос. Меч нашелся совсем рядом. Падая, вонзился в землю, да так и стоял, покачиваясь, как крест на могиле христопоклонника. Волоча неподъемный меч, Хельга тяжелой поступью двинулся к жрецу. Тот не побежал. Вздернул подбородок, скривился презрительно. Даже когда клинок вошел ему в живот, не закричал. Вздрогнул всем телом, да охнул тихо. Колени жреца подогнулись, и он упал. Хельга, обессилев, присел рядом. Из раны на бедре толчками вытекала жизнь. Слабость охватывала члены, кожу, будто впервые почувствовав холод, покрылась мурашками. Так и сидели они друг напротив друга, два умирающих человека в глухом зверином краю. Губы жреца задрожали. — Ты скажи мне, скажи, дурная ты баба, зачем, для чего все это? Хельга помотала головой пустой, как чугунный котелок и такой же гулкой. — Кто тебе звереныш этот? Столько людей положила, чтобы погонь эту, мерзость эту. — А ты вырезала ее деревню, — зло прохрепела Хельга. — Ее ваят. Отец Кириллу смехнулся через боль. — Ваят. Ты знаешь, что такое ваят, глупая баба? Это не деревня, это логовище. — Логовище. Ее ваят был лабиринтом звериных нор, где они спали, жрали и спражнялись. Мы обложили его кострами, спалили его во славу Господню, задушили их дыму, а кто прорвался сквозь огонь, тех на пике, на пике подняли. Тщетно зажимая рану, Хельга не отвечала, но видно, что-то такое проскользнуло на лице, что жрец закудахтал, затрясся от боли и смеха. — Что глаза пущешь, дура? Это звери, они спят среди костей дерьма. Или ты думала, ты решил там взаправду палату белокаменной? Думала, они поля вас делают, да? Это хороводы водят. — Протри глаза, баба, нечисть задурила тебе голову, лисы едят мясо, им плевать, заячья, а ну олень или человечье, им неведом огонь, орудие, ремесла, зато жрут они, как прорва. Хельгу затрясло. Хотелось думать, что от кровопотери, ну себя не обманешь. — Платье, — выдвела она. — Ха, платье, — отец Кирилл закатил глаза. — Андрей, ты ему руку отсекла там, в лесу, это он ее в корчме обредил. Хотел светлейшего князя потешить, дуралей. Морщась от боли, жрец поднял руку, указал дрожащим перстом. — Вон оно, платье твое. Хельга проследила за его ненавидящим взглядом и стиснула зубы. До скрипа, до хруста в челюстях. На обглоданном осенью кусте висели драные останки лесавкиного платьица. Шипя от боли, жрец глухо смеялся, и рукоять меча подрагивала в пронзенном животе. — Не кручись, Хельга кровавая. Твоя подружка нашла новый ваят, новую стаю. А знаешь, знаешь, что лисы делают, чтобы их приняли в новую стаю? Чтобы не видеть его довольную рожу, Хельга закрыла глаза. Еще бы уши заткнуть, да пальцы не слушались. — Они преподносят дар, добычу. Все это время ты нужна была ей. Отец Кирилл заскрипел зубами, выплевывая злые слова. — Охранять ее. Привела в ваят и стала ее подношением вожаку. — Она не такая, — упрямо прошептала Хельга. — Не такая. — Такая, — мстительно отрубил жрец. — Они все такие. Мы для них мясо. Сколько зверей не корми, он человеком не станет. — Слышишь, слышишь, она же ведет их сюда. Хоть бы, хоть бы сдохнуть, пока живем, не... Хельга подняла чугунную голову, мотнул недоверчиво. В лесу раздавалось радостное лисе тявканье, утробное медвежье рык и заливистый волчий вой. Чье-то грузное тело трещало кустами, перло напролом. Ваят торопился к пиршеству. Щекам Хельги стало горячо и мокро. Из сдавленного спазмами горла вырвался громкий всхлип. Хельга-валькирия, Хельга-кровавая, плакала, хотя давным-давно забыла, как это делать. — Сколько зверей не корми, — мертвеющими губами прошептал отец Кирилл. — Сколько зверей не... Субтитры создавал DimaTorzok